Россия страна многоцианальная и столь же многолих по представителям этническим наш край. Да, все они сегодня соберутся на острове Татышев, чтобы и себя показать, и в различных мероприятиях поучаствовать. Вновь на прямой связи со студией. Анна Троягубова готова рассказать обо всем актуальном. Аня, еще раз доброе утро и тебя слушаем. Конечно же, опять всех приветствую, говорю всем доброе утро. Еще раз поздравляю буквально каждого с Днем России. И хочу сказать, что мы здесь нашли такой небольшой тенечек, потому что солнце припекает. Но это ни капельки не помешает ему мероприятию, которое здесь на острове Татышев проходит. Помимо той спортивной части, о которой мы вам уже рассказали, мы вам рассказываем про замечательный праздник. Содружество на Енисей, которое здесь уже вы видите тоже в самом разгаре. Сцена готовится. Здесь у нас спортивная часть тоже, в общем-то, подготавливается в самом разгаре. Домики напротив, которые представляют тоже различные национальности, они тоже готовятся с едой, со всякими. В общем, здесь на самом деле настолько замечательно, что даже не знаю, как вам обо всем рассказать. Но зато знает Рашид Гизатович Рафиков, заместитель начальника управления общественных связей, губернатора. И он нам подробнее расскажет о замечательном празднике Содружества на Енисеи, который проходит не в первый раз. Здравствуйте. Действительно, расскажите, уже не первый раз действительно мы принимаем этот праздник. А что же сегодня, в этом году, мы здесь приготовили для всех гостей? Ну, два слова о том, что, как правило, ежегодно он совмещен с каким-нибудь национальным праздником. Первоначально это был казахский той думан, потом таджиксий сарилала, потом фестиваль узбекской дыни. А сегодня Содружество на Енисеи принимает краевой татарский народный праздник Сабантуй. И это, конечно же, очень здорово, потому что Сабантуй, он уже становится, как бы, общенациональным праздником. В нем с удовольствием всегда принимают участие представители разных национальностей. И об этом свидетельствует тот факт, что сегодня здесь очень много различных площадок, представленных различными национально-культурными объединениями. Ну и, конечно же, представителями татарских делегаций с различных городов и районов Красноярского края. Ну скажите, действительно, насколько охотно люди съезжаются? Не было ли такого, допустим, что хотело очень много людей приехать, а Вы сказали, ну вот, к сожалению, не влезем все? Ну, сегодня большой государственный праздник. И если подчеркнуть, то это праздник всех народов, которые проживают на территории России. И большое количество площадок, которые действуют сегодня по всем разным территориям и площадям города Красноярска. Конечно же, плюс, очень такая погода сегодня прекрасная. Здесь мы ожидаем все-таки, что за все те 7 часов деятельности Сабантуя здесь будет по разным оценкам от 4 до 6 тысяч человек. Потому что в прошлом году здесь прошел просто гигантский федеральный Сабантуй. Люди уже знакомы с этой площадкой. И знаете, проводить народные праздники на Зеленой Поляне – это дорогого стоит. Нам завидуют все другие регионы Сибирского федерального округа. Да, это очень здорово, действительно, что нас проходит. Я думаю, что и в дальнейшем будет ждать нам удачи уже заранее. Спасибо Вам большое, что рассказали. И, конечно же, о маленьких таких подробностях сегодняшних я хотела бы спросить у Багиза Смагиловича Файзулина, который действительно сегодня принимает всех гостей, которые придут. Но расскажите какие-нибудь маленькие такие секретики сегодняшнего праздника. Что люди смогут увидеть? Ну, Краснодарский наш любимый праздник Сабантуй в этом году проходит 20-й раз в новейшей истории России. Но, учитывая, что мы в прошлом году проводили федеральный, решили юбилейный провести в следующем году. Секрет один. Второе. Активное участие в этом празднике Сабантуй в текущем году принимают татары-кращены. У них вот отдельную площадку они сформировали. Там есть пруд большой, где плавают караси. Кто поймает карася из девушек, выйдет замуж. Есть площадка, где там кое-что бегает. Поймая живность, тоже выйдешь замуж. Тоже такие вот народные приметы. Как бы отличие маленько нашего Сабантуя. Безусловно, наш Сабантуй распринимает у себя в гостях содружество, другие национальности. То будет широко представлено концертной программе творческие коллективы других национальностей. Кухня, какие-то предметы национальной одежды. К нам приезжает, уже прилетели, точнее, прекраснейшая группа творческая. Это Булгар Козлара. Такая динамичная, емкая, интереснейшая. Они порадуют красноярцев своими, ну, как бы, достижениями, скажем так. Они заслуженные все. Будем надеяться, что понравятся они красноярцам. Ну, то есть, я так понимаю, что ждете совершенно всех. Жаркая такая погода не подпортит нам сегодня слишком жаркое праздник? Ну, тренировку мы проходили в 2015 году. Там жара стояла 36 градусов. Сегодня 31 обещает, поэтому это прохладно будет по сравнению с прошлым годом. Все будет хорошо, я уверен в этом. Ну, все, спасибо большое, удачного вам проведения. Еще раз всем напомню, что в 12 часов у нас здесь стартанет наш большой праздник. Здесь уже, в принципе, собралось достаточно большое количество людей. Действительно, очень много национальностей. И, наверное, сегодня можно чуть лучше изучить Красноярский край, потому что, действительно, у нас именно в крае, в таком огромном, самом большом, большое количество народностей. И, в общем-то, вот всех их мы можем здесь сегодня посмотреть и изучить. Ну, что ж, я вам сегодня рассказала про достаточно большое количество мероприятий, которые пройдут в городе Красноярске. Поэтому что-нибудь выбирайте, обязательно выходите. Еще раз всех с Днем России. Спасибо огромное. Ай, спасибо большое, ответное поздравление. И, конечно же, поздравления сегодня приходят к нам на сервер, смс-сервер 9020, остров Парабел.